Всем привет, друзья! С вами Орликина. У нас очередное видео по развитию в игре Stormshot. Больше теперь буду склоняться к площадкам как Zen. Тут также есть видео и площадки Routube. Естественно, на YouTube тоже будут выходить ролики. Просто мало кто заморачивается и переходит, скачивает VPN, смотрит YouTube и так далее. Поэтому теперь будет публиковаться видео на трех площадках. Сегодня мы будем рассматривать с вами в игре и вообще поговорим про Академию. Про развитие Академии. Насколько это важно, особенно для новых игроков. Да и не только для новых. Знаю, что многие игроки качают уровень Цитадели, но не прокачивают Академию. Это на самом деле очень плохо. Давайте перейдем к Академии. У меня 36-й замок. 36-я Академия. И первое здание, которое вы вместе с уровнем здания замка Цитадели основного, вы должны ставить Академию и прокачивать ее. После, естественно, войска вы подгоняете все. Вот три основных, да? Артиллерию я не считаю основной. Что-то тут, пожалуй, не так, сломалось. И давайте перейдем с вами к Академии. Что нужно качать в первую очередь? В первую очередь, ребята, вы качаете сражения. Но не все подряд. Просто мне уже заняться нечем было. Точнее, ну как. Нужно было выкачивать все параметры. Плюс выполнять выгодное потребление. Вообще, в идеале, да, оно должно быть на полностью прокачано. Но в первую очередь, когда вы там только начали играть, да, там только растете и так далее, вы прокачиваете в первую очередь. Это скорость в походе. Места для походов. И атаку всех типов войск. То есть, вот атака раз, атака два, атака кавалерии, атака артиллерии. Вы прокачиваете это все по лимиту. Это в первую очередь. То есть, вы качаете везде атаку, лимиты. И качаете скорость в походе. У вас всегда должно быть на максимум вкачана атака, лимиты и скорость в походе. Мы сражаемся против... В ПВП против других замков. Там атака очень важна. Мы сражаемся против коней. Крабов в ПВЕ в сражениях. Тут как раз атака играет главную роль. И вам нужно всегда, чтобы у вас Академия была... Вот именно атака прокачана везде на всю. Лимиты и атака. Это самые важные показатели, которые влияют на исход боя в ПВЕ. Как видите, у меня тут сейчас все прокачано. Сражение 1. Сражение 2 у меня тоже много прокачано. Не докачано где-то по здоровью, по обороне. Но эта мелочь сейчас выгодно идет. Ждем коней завтра и закрываем. У меня кончились ускорения. Просто закрываю последние данные. Как видите, лимиты у меня прокачаны. Атака пехоты, атака дальнего боя, атака кавалерии. И это все у меня прокачано до уровня Академии. Единственное, не прокачав еще последние эти. Но они на один раз скачаться будут. Вот так вот выглядит 36 Академия. Вы можете открыть вообще все ветки. Тут даже тоже по единичке на последних. Даже тут, видите, единичка. Плюс 1200 лимит похода добавляется. Дальше нужна 37 Цитадель. Следующее очень важное, что вы должны не забывать, это качать оборонку. Оборона тоже очень важна. Академия, вообще сам факт прокачки Академии, это бесплатный ресурс, на который вам не нужно донатить, как тот же Дирижабль. И вы его обязаны на максимум всегда ввести в своем замке. Потому что встречается очень много игроков. 38, 39, 34, 40, у которых не вкачана Академия вообще. От слова совсем. Оборонка, вы качаете все, кроме вот этого вот. Это вот прям бесполезный параметр обороны стен. Это вот когда вам вообще просто делать нечего, некуда девать ускоры, вы можете прокачать оборонку. Оборона это здоровье стены, смотрите. То есть достаточно даже маленькие замки, вы там ждете 3-3 суток, бывает 7 дней, чтобы у них сгорела стена, чтобы они перелетели. То же самое это на вашем замке. То есть тут 20 тысяч сейчас. Этот показатель вообще ни на что не влияет. Если вы бросите игру, просто у вас замахается сжечь, чтобы вас телепортировало. Что-то типа того. Чтобы убрать с территории. И поэтому оборонку вы прокачиваете по максимуму. У меня все на максимуме оборонка. Так вот на 36 Академии это выглядит. Ресурсов на оборонку, кстати, уходит не так уж и много. Уходит в большей степени ускорений. Очень большое количество ускорений. Существо. Стоит ли качать или нет? Ну, на первых этапах, когда вы боретесь за рейтинг, да, там в королевстве, ненужной в принципе, вы качаете, да, существо. Вы можете что-то там вырваться в лидеры. Так, в основном я его прокачиваю, чтобы закрыть выгодное потребление по ускорениям. Тут достаточно много ускоро тратится. Ну и так. Больше это ни на что не влияет вообще. Вам это в принципе не нужно. Экономика это вообще в самую последнюю очередь. Я даже не качаю ее, потому что не собираю ресурсы на плитках. Не делаю упор вот на эти здания. Многие прокачивают, кстати, вот эти вот здания в уровень своей цитадели. Это бесполезно. Видите, они у меня вон первые, вторые, седьмые. Я их даже не опою. Просто даже бесплатно. То есть это бесполезно. Это в игре вообще не нужно. То есть это вам вообще никак не пригодится. Развитие. Да, развитие вы можете прокачать. Тут ускорение строительства. Повышается восстановление стойкости, выносливости. С выносливостью вы больше будете носить. Ваши войска больше смогут при крабеже таскать ресурсов. Быстрое лечение, тут какие-то скорость тренировки. Это прям такие вот параметры. То есть на развитие цитадели. Так что это тоже как бы, знаете, там второстепенно. Вы стремиться быстро прокачивать эту ветку не обязательно. В первую очередь вы качаете в сражении атаку, лимиты и скорость похода. После вы качаете оборонку. Тут есть еще вот это вот развитие поместья. Это тоже в принципе вообще бесполезно. То есть я даже выгодное потребление буду просто закрывать. Я сейчас это не качаю. Это как раз пойдет сейчас выгодное потребление закрывать. Посмотрите сколько тут ресурсов на лимит торговли. Лимит торговли это увеличивается количество ресурсов, которые вы можете передать своему соклановцу с помощью тележки. Тележки выглядит это вот так. Смотрите мы переходим вот сюда. Ищем карта. Все попеределали, надоели менять все. Вот она видите. И нажимаете торговля. И вот как раз лимит торговли увеличивается. Тем самым вы больше сможете передавать. Тоже в принципе бесполезный параметр. Как отлично подойдет. Знаете когда у вас все вкачано. Вот как у меня сейчас я сражение дойду до максимума. И как раз я буду закрывать выгодное потребление вот этими вот прокачкой. Тут видите ну в принципе вообще ничего такого. То есть вообще бесполезно. Тут смотрите да. Тут тоже оставил на выгодное потребление. Эта ячейка открывается как раз наверное на 36 уровне. Не помню. Увеличивает скорость тренировки войск. Повышает лимит тренировки войск. В принципе вот это вот и все. Дальше идут вот такие вот боевые параметры. Их тоже надо обязательно прокачивать. Доходить до них. И прокачивать вот оборону защитника по месте. Оборону защитника по месте. Я еще сюда до этой ветки не добрался. Но мне спешить еще некуда. У меня 36 стадель. Маркизов достаточно много не хватает. Поэтому сейчас будут коники. И на кониках я наберу скорую. Естественно все докачаю. Где брать ресурсы на прокачку Академии. Если у вас много времени. Вы можете ничего не заводить. Никакие фермы вам не нужны. Ничего. Вы просто убиваете там по 500, по 700, по 1000 коней в день. И прокачиваете себе Академию. Если вы столько не качаетесь. Вам лучше завести ферму, которая включит автокоп. И побегает там в альянсе. Пока вы там будете своими другими делами заниматься. Это немножко вам поможет. То есть можно там сделать две фермы так же. И так далее. Если у вас совсем нет времени. Вы можете это все дело приобрести у меня. А как раз сейчас расскажу про телеграм чатик. У нас огромная телеграм группа. Тут такая вот. 923 участника уже. Тут различные темы. Куплю продажи. Место встречи в реальной жизни. Общение. Фуд. Вопрос ответ по игре. Тут тоже в принципе происходит фуд. Но все равно люди которые задают вопросы. Другие участники помогают им отвечать. Новичкам обязательно вообще вступайте в эту группу. Она вам поможет. Плюс тут есть бонус коды. Вот этот бонус код я не знаю работает нет. Но вот эти вот. Вот эти вот 3-4. Они обязательно работают. До сих пор. И так же есть услуги. Услуги. Вот видите. Все услуги от меня. По ресурсам. По фермам. И так далее. Которые вы можете заказать. Если вы теперь не смотрите YouTube. Обязательно подписывайтесь. Либо на Zen. Либо на Routube. Так же в группе будем проводить много конкурсов. Конкурсы будут проходить как на ресурсы. Так на алмазы. Так на фермы. На замки. И так далее. То есть будет достаточно много. Сейчас веду подготовительную работу к этому делу. Дальше будем очень часто проводить конкурсы. Обязательно подписывайтесь. Телеграм канал. Поэтому очень важно. То есть Академии. Это как дирижабль. Вы что дирижабль должны качать на максимум. Так как это бесплатно. Единственное. Это более менее форма жизни. С которой вы можете бегать. Сражаться. И Академию вы тоже должны на максимум качать. Ролики будут выходить сейчас почаще. До этого у меня особо много времени не было. Сейчас же раз в три дня примерно будут выходить новые ролики. Особенно будет упор сделан на новых игроков. Также будет интересный контент. Не только для новых игроков. Мы тут кое-что придумали. Анонсировать я пока не буду рассказывать. Что это будет интересно посмотреть. Всем такого ни у кого в Королевстве точно нету. Как будет у нас. Подписывайтесь на канал. Подписывайтесь на группу. Если вам что-то нужны. Ресурсы фирмы. Обращайтесь ко мне в телеграме. Всем спасибо за внимание. Всем пока.